Дорогие наши, здравствуйте! Сегодня у нас в гостях ветеран СВО Максим Беспалов. Здравствуйте, Максим! Расскажите сначала, как вы попали на СВО? На СВО, это все далеко. Я еще в 2014 году хотел служить в армии. То есть попал в элитную часть, служил там. Ну и увидел, какая армия изнутри. Ну и, соответственно, пропало желание служить. Ну, на контракте я имею в виду. Не пошел на контракт, уволился в запас в 2015 году. Из шести человек, тех, кто был со мной, остался один человек на контракте. И он, самый первый день начала СВО, был там. Он залетал в аэропорт Антонов. Это Гостомель, 24 февраля 2022 года. Я все это знал лично, как там происходит. Ну, душа у меня болела. Я плакал, когда смотрел видео, как товарищи наши, которые находятся на Украине, издевались над нашими ребятами. Ну, и как только начался самый первый призыв в апреле месяц, я пошел в шести самую первую, в свою часть, в трещь первую бригаду, она находится в Ульяновске. И ни капли не подделал об этом. Ну, и так и попал я туда. А до СВО чем занимались? Поработал здесь в тюрьме, да, в тюрьме Астровского. Очень много лет. Вот. Так и попал. А на какое направление поехали? Сначала попал в Луганск. Это попался в МС, мы ждали. Ну, и так далее. Шли в сторону Мисичарска. Пробовал я там, ну, недели-три, может быть. Меня родило первый раз. Я быстро восстановился. Ну, и уехал в второй раз сразу. Попал на мест сначала, потом нас перекинули в Запорожскую область. Новомайоровка, там меня родило. Второй раз. Ну, это уже вот как сейчас. Ну, и все. А сколько времени пробыли на СВО? Ну, вот, в мае я зашел. Первый раз родил месяц. И зашел обратно. И второй раз родил 6 августа 2020 года. А скажите, а чем именно занимались? Какие задачи были? Ну, из того, что можно рассказывать. То есть, был только что в Москве области. Больше никем не было. То есть, всегда впереди нас никого никогда не было. Мы были самые первые. А страшно было? Пока нет. Очень. Я так в своей жизни никогда не боялся так, как там. Очень страшно. А как удавалось справиться вот с ВНИИ? Да, это же все индивидуально. Каждый перебарывает свой страх. Индивидуально. То есть, мне когда страшно, я не могу вот сидеть на месте, например, молчать. И наоборот, а что-то куда-то как-то. Кто-то, блин, ломался. Кто-то нет. Про отношения. Что скажете среди военнослужащих? Ну, все как семья. Все там. Нет такого вот, что последние отдают. То есть, если ты знаешь, что ты можешь там, допустим, попить воду через 3 часа, а твой товарищ не может, они тебе последние отдадут. Ну, то есть, вот как, например, у нас мы сидели на НП, и нам просто ребята отдавали свою воду. Потому что они знали, что нам воду люди как и привезли. То есть, взаимоподдержка, взаимовыручка? Там совсем не только здесь. Там все друг другу помогают. О каких-то моментах, может быть, хороших или позитивных, может быть, ситуациях каких-то вспомните? Да-да, вот мой товарищ, который, вот, я был номер расчета, да, мой родной брат был второй номер расчета, а наш друг Ярослав, вот он пулеметчик, да. И вот сейчас, в данный момент, он лечится, да, и вот с ним как-то обходится, ну, вот не очень. Хотелось бы, чтобы на это обратили внимание и вот как-то помогли ему, что он не педорский сам. Он спас очень много людей своей настырностью, что ли, и бесстрацией. Настоящие герои, да, они в семье, они не кичатся, что они, вот. Я сам вместе с их глазами видел, я одежь вместе с ним. То есть, общее количество, две тысячи патронов принесли ему на пулемет. И вот он до последнего сидел, когда все убежали, отстреливался, чтобы мы все могли уйти. Это герой, конечно. А ему всего дали, как лево. Два унина мужа стоит. А у вас какие награды? Два унина мужа. Скажите, а к чему было сложно привыкнуть на СВО? Так как погибают все. К этому не реально привык. То есть, все время, допустим, мы откатывались, да, там, в какой-то промежутом времени, на выходной, это... И вот ты едешь в Собране, и вот с тобой, вот, какие-то важности, с кем ты шел только один себе. Ну, кто-то разорвался, кто-то нет. И меняются отношения к жизни? Что-то переосмысливает для себя? Да. Какие главные? Вот, что для себя, когда уже мирная жизнь, да, какие мысли проходили? Не знаю, так-то, и все просто поспокойнее стал гораздо, чем был. Гораздо спокойнее, ну, равновешеннее, то есть... То есть, наоборот, после того, как приехали со СВО, наоборот, спокойнее. То есть, тоже было это испытать, вот этот страх, не знали. То есть, здесь, полейка, другая ситуация, а там другая. Как-то стал поспокойнее. То есть, даже, не знаю, как... Большей семьей. Как удалось вот начать себя чувствовать нормально после ранения? Вот, поделитесь, это, наверное, больше даже для тех, кто нас посмотрит, и у кого тоже какие-то ранения. Как вот жить дальше? Ваши советы, рекомендации какие-то? Ну, как жить нормально жить? Просто, главное, все привыкнуть, и все. Я три месяца тоже там с ума сходил, то есть, подходил в зеркало, смотрел на себя. У меня было не так, как сейчас. То есть, большая, огромная дырагница, где видно череп, зубы торчат. То есть, челюсти вообще нет. Ну вот, смотрел на свою руку, там, по телу, там, рады. То есть, ну, и думал, все. Ну, со временем, да, там, приезжали там ребята, да, у которых не такие сильные ранения. И они как-то, видя меня, что ли, они, ну, в свое время постоянно мне уделяли. То есть, они были со мной. Также я встречал в госпитале Исус и сослуживцев, которые были непосредственно со мной, там, на линии моего соперсовения. Но это было нечего и вот так и пережило это все. То есть, ребята помогли, доктора, то есть, отношение докторов к себе, это, ну, не знаю, это очень, то есть, вдохновляет, что ли. А, какая-то помощь психолога, какие-то вот, что, что-то порекомендуете людям? Нет, ну, мне это нечего. Вам не нужно было, то есть, это у каждого свой рецепт, правильно? Мне нужно было просто привыкнуть к себе, что, вот, я теперь такой, и нужно двигаться дальше. А чем вы сейчас занимаетесь? Ну, в госпитале, в принципе, помогая свои боевые товарищи. И есть такая группа ферми, вежливые люди, которые помогают очень сильно нашим ребятам, фермерским ребятам. То есть, так и помогают, там, ну, много кто, как они помогают. Они покупают, там, торжествующее обглубление, там, на миллионы денег. То есть, уважение и не только. А как можно обратиться в эту благотворительную организацию? Есть в контакте у них группа, есть в телеграме группа. Такой вопрос, что вы сейчас сказали бы парням, которые сейчас находятся в нас? Не падать духом и не стать в своем мир. Вот и все. А вы сейчас общаетесь со служивцами? Как-то поддерживаете? Созвонились. Созвонились. Все, как они, товарищи, с тем, я сидел вокруг, и они либо погибли. Ну, то есть, нас было 90 человек, а осталось 7. Вот. Ну, по-то, и только одному убийству провезло. После часа. После часа кабанья взвода. То есть, по-то, все уже на порядке. И вот сейчас, что будет, в данный момент. Вместе с моим родным братом. Волнуетесь, наверное, очень. Бывает, да. После заступления, и вот, упали трое детей. Он перед ней разговаривал, там, общался. Прошел час боя еще. И вот кабанья, они не знали, как ждать его жилье. А у него еще она была беременна. И они просто, они не знали, как это сказать. То есть, мы его вытащили. Мы его не бросили, там, его тело. Но, как это все донести до родных, никто не знает. То есть, понятно, что позвонили, сказали потом еще. То есть, ну, там все друг на друга перекладывали это. И никто не хотел этого делать. Но уже вот есть это. То есть, там была жизнь. Ну, я имею в виду, вот. Самое сложное, это вот сказать об этом. Страшнее, чем будет, да? Ну, страшнее, чем умереть самому. То есть, если все, умереть, это секунда. Ну, пять, может. Ну, минута. Просто там. Но это не больно умереть. Больно тем, кто здесь, а не там. Там радио, тебя там оторвало две роги. Ты просто сидишь и, как бы, ну, вот все. Ты все уже, как бы. Ну, ты понимаешь, что все. Ты до службы, а до службы, всегда эвакуация. Это сложный момент. То есть, чтобы тебя эвакуировать, это целое. То есть, тяжело. Если тяжело радио, то, можно сказать, все. И вот сидит, толкует сигареты, смеется и понимает. Что-то, ну, вот сейчас вот это. Иму-то не больно, иму-то не что. А вот больно-то это вот, кто здесь, родным, детям, которые будут расти. Понятно, что он герой. Но таких очень много, о которых не говорят. Вот, это, к сожалению. Хотелось бы, чтобы такие ребята говорили, которые реально воевали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...